Приветствую вас на телеканале «Импак». Спасибо, что вы с нами. Это программа «Влияние». Я не один сегодня в эфире. Руслан Кухарчук. Здравствуйте. Доброе утро и добрый вечер. Да, Витя «Импак» смотрел много раз регулярно, но впервые у вас в студии смог оказаться. Поэтому слава Господу. Приветствую вас. Мир дому вашему. Welcome. Очень рад. У тебя, кстати, это дебют на телеканале. Ну да, это правда. Но, прошу прощения, наши зрители знают тебя по Эммануэлу. Да, программы транслировались. Поэтому мы как ведущего, наверное, видели, как гостя у ведущего маэстро и еще не видели. Нет, ну у нас здесь я не один маэстро. Здесь у нас предостаточно разных мастей. Даже лучше меня. Поэтому... Ну, в любом случае, у ключевого человека в студии это иной статус. Апостол Павел говорит, я раб ничего не значащий. Да, слава Богу. Слава Богу за ваше служение. Да, спасибо, Руслан. Руслан, кроме всех остальных регалий, тебе очень много, но самые ключевые я выделю. Ты являешься президентом ассоциации «Новомидия». Это христианская журналистика включает. И кроме этого, у тебя интересное движение «Вси разум». «Все вместе» — это движение как семейное... Да, такое просемейное движение. Просемейное движение. Защита семьи, семейных ценностей. На законодательном уровне, на уровне таких уличных мероприятий. Кроме этого, тебя знают как известного гомофоба в Украине. Известного. Ну ничего себе, какой статус почетный. Да почетный статус. Еще надо до него расти и расти, безусловно, но я на верном пути нахожусь. Ты на верном пути. И, кстати, можно поздравить тебя. Пару лет назад ты все-таки обрел семью. Ну да, уже несколько лет. У меня уже двое детей. Уже двое детей. Поэтому маленькой девочке 10 с половиной месяцев, да. А сыну старшему 2 года и 5 месяцев. Поэтому это такое большое радость и удовольствие. Так вы тандем сейчас с женой являетесь? Да. В новом медиа также, да? Жена осталась на хозяйстве и смотрит за детьми. Нет, жена не занимается темой медиа. Она занимается сейчас, безусловно, целиком и полностью детьми. И с их появлением у меня возродилось чувство скучания. Я вот раньше не знал, что такое скучать. Когда малыши появились дома, то когда я длительное время уезжаю, я в себе даже заметил, что оно существует, такие вот эмоции. Потому что раньше оно мне было неведомо. Конечно, детвора вызывают совершенно новый такой спектр чувства, эмоций и переживаний. Поэтому слава Господу. Здорово. И, кстати, твой визит в Сакраменто, в Крестольный Град, это первый визит. Преурочен к чему? Ну, видите, это же как третья украинская столица в мире. Первая Харьков. А, серьезно? Так считается? Первая Харьков, да. Вторая Киев, Сакраменто. Как бы третья такая. Сиатл четвертая, наверное. Ну, наверное, да, судя по всему. Ну, безусловно, и в Канаде там также есть еще. Интересно. Это тут большая концентрация. Поэтому я в этой стране неоднократно бываю. Раза два в год в среднем. Ну, в основном это восточные побережья или северные части штата Иллинойс. Ну, вот впервые в Калифорнии и в городе Сакраменто. Поэтому уже немного смог посетить достопримечательности Капитолий. Ну, в первую очередь, это, безусловно, общение и встречи с местными служителями и в сфере медиа. Поэтому также рад побывать у вас на студии, а также про семейного движения в рамках основных наших приоритетов. Ну, и, безусловно, проповедую в церквях, провожу служения в поместных, у кого есть такой интерес и заинтересованность. Прежде чем мы перейдем к основной цели твоего приезда, а чем вызвано то, что Сакраменто на слуху, ты говоришь, в Украине знают город. Среди воцерковленных или вообще так, вообще среди? Ну, скажем так, изначально много лет Сакраменто был известен как город такой украинский или, в принципе, как город известен. По причине того, что здесь огромная диаспора Украины, поэтому тут сотни тысяч людей. Поэтому и, наверное, почти в каждой церкви или во многих церквях есть люди, которые уехали и сейчас проживают в США. И не просто в США, а конкретно в Сакраменто. Поэтому вот такие межцерковные связи, по крайней мере, родственные, они очень давние. И этот город действительно у многих на слуху. Особенно в западной Украине, в западных регионах этой страны. Но вот после того, как начались военные действия в Украине, вот эта агрессия внешняя, и начались большие гуманитарные акции в Украину из Америки, в том числе из Сакраменто, город Сакраменто стал известен даже не церковным людям и не церковным журналистам. Потому что они начали освещать американскую гуманитарную помощь. И часто в этих сводках фигурировал Сакраменто или церковь из Сакраменто. И даже сюда приезжали один или два раза украинские телеканалы, чтобы делать репортажи, снимать об этой гуманитарной работе. Поэтому сегодня могу сказать, что этот город для Украины известен уже не только для церковных людей, но и для не церковных людей, и для журналистов в том числе. Поэтому последние два-три года ситуация изменилась. А поэтому я, кстати, пользуюсь возможностью и благодарю и американских граждан, и украинскую диаспору в этой стране за многолетнюю такую системную помощь и поддержку. То есть мы как бы напрямую к этому не имеем отношения, потому что мы не занимаемся гуманитарной работой, но наблюдая за тем, как американские общины работают с украинскими общественными благотворителями, и церковными организациями. Безусловно, я, тем не менее, благодарен за это, потому что это существенная поддержка и подспорье. Дело в том, что за этим столом сидели у нас и Савченко, небезызвестный, и Саакашвили, Михаил. Кто здесь не сидел? И депутаты, и кандидаты. Я старался не попасть в кадры вместе с ними. Это рискованно лично для меня, но тем не менее, да. Но это очень приятно, очень приятно, что, так сказать, то, что нас знают с хорошей стороны. Потому что мелькают некоторые новостя в криминальной хронике так же, к сожалению, и к нашему стыду. А когда мы слышим хорошее, это, так сказать, приятно слышать. Итак, какова основная, одна из основных целей твоего визита, вот именно этот приезд последний? Ну, три цели визита, в принципе, если по очереди говорить, то это, безусловно, очень интересно мне ознакомиться с местными средствами массовой информации, с редаксами, поэтому за это короткое время, которое я здесь нахожусь, и буду еще находиться в течение недели. Поэтому это общение, встречи с журналистами, с медиа-служителями, с церковными медиа-отделами в церквях, которые существуют. Также есть сейчас в этом городе реализуется инициатива по созданию христианской журналистской ассоциации Америки, такой Украины, русскоязычной. Житель города Сакраменто Денис Чирко, он в этом процессе всячески участвует. Поэтому также я с ним взаимодействую по этому вопросу, даю некоторые консультации. Ну и здесь есть огромное количество людей, которые занимаются этой работой и служением. Планируется в будущем, если Господь позволит, в следующем году, или, возможно, и в этом проведение медиа-школы в этом городе для представителей церквей и христианских организаций по созданию информационных отделов и налаживанию работы пресс-службы. Поэтому это одна из таких существенных целей моего визита. И я везде, где посещаю церкви или организации, собираю всякие славянские газеты или контакты, или визитки, которые здесь выпускаются. Нам интересно, безусловно, этот опыт изучить и в дальнейшем взаимодействовать, возможно, предоставляя информацию о том, что происходит в Украине для местной диаспоры. Ну и, безусловно, используя информацию, которую мы можем получать здесь, в рамках информационного обмена. Для журналистов это является таким воздухом, вот этот информационный обмен. Поэтому это одна из целей визита. И вторая цель визита – это работа по семейной тематике, по развитию просемейного движения в Украине. Как я уже сказал, что за последние три года в Украине по-настоящему формируется совершенно новое явление, которого раньше не было. Я таким семейным уличным движением занимаюсь с 2003 года, то есть уже почти 15 лет, в сентябре будет 15 лет. Но в начале это были такие акции протеста против различных ЛГБТшных инициатив. Последние годы – это такие семейные праздники и фестивали, такого, скорее, не протестного, а более такого праздничного формата. Поэтому, но последние три года, должен констатировать, в Украине, к сожалению, сделано достаточно много, я бы даже сказал, наибольшие за все годы независимости для атаки на институт семьи. Отчасти это связано с нашим евроинтеграционным процессом, безусловно. То есть это не последнее? То, что все-таки они открыли дверь? Да, безусловно, это условия. То есть это не мое предположение, это прямым текстом озвучилось. Например, получение безвизового режима для Украины, то есть ликвидация виз для граждан Украины для посещения стран Европейского Союза, прямым условием, много разных условий, экономического фактора, банковского сектора. Но в том числе, одним из условий является так называемое унормирование, легализация того, что для христиан является грехом и пороком, безусловно. Поэтому эти процессы, процессы внешнего давления на Украину не усиливаются, но вместе с тем украинское общество реагирует во многом как здоровый организм, который реагирует на вирусную инфекцию, поднимается температура. Поэтому у нас температура существенно поднялась в стране. И в прошлом году 36 городов провели семейный фестиваль, в позапрошлом 23 города. В этом году мы работаем, молимся, ищем ресурсы финансовые, технические, чтобы провести в 50 городах Украины. Это огромный масштаб. Причина этому православное наследие или все-таки евангельское движение мощное? Евангельское причина, вы имеете в виду повышение температуры и такого несогласия с этим. Безусловно, это христианские ценности, которые для украинских граждан являются все-таки базовыми. Хотя секулярное общество... Тут же какая интересная ситуация возникла. Кстати, похожая и с Америкой. Вот медиа, они очень часто такие очень секулярные и либеральные. А общество и граждане на самом деле в большинстве случаев или по крайней мере существенно более консервативные исповедуют традиционные ценности. И несмотря на всякую там либеральную, в плохом смысле этого слова, пропаганду и промывку мозгов, тем не менее общество... Потому что тем не менее семья для людей является базовой ценностью. И даже вот недавно в Украине проводили... Вне зависимости, кстати, от того, это религиозные люди или нерелигиозные. Хотя религиозность, конечно, является ключевым фактором для уважения к семье и к семейным традициям. Поэтому недавно проводили социологическое исследование. И в шкале ценностей украинского гражданина семья занимает большое место, высокое место. Вне зависимости от того, был ли у этого человека хороший собственный семейный опыт. Даже если у человека и не было хорошего опыта, все равно он считает, что это важно. Просто по соображению здравого смысла элементарно. Поэтому это большое движение сейчас в Украине развивается. И это также одна из целей моего визита в эту страну, чтобы налаживать партнерство, перенимать местный опыт, приглашать в Украину. Интересно. И привлекать участников в нашу страну. Если говорить о медиаполе на нашем североамериканском континенте, говоря о христианском кругу, так мы являем собой бледное явление, к сожалению, пока. И ты же являешься, я так понимаю, профессиональным журналистом. Да, я профессиональный журналист. И это выделяет тебя, насколько я знаю, из ряда, целого ряда наших любителей журналистов, которые... Журналистов очень много. Но если мы говорим уже о конкретной профессии, то есть ты являешься профессиональным образованием, у тебя светское высшее образование, я так понимаю, в журналистике, да. И поэтому скажи, пожалуйста, Руслан, говоря о христианской журналистике, почему мы так уступаем? Говоря и здесь, говоря о нашей эмиграции, говоря так же и об Украине. Ну, да, у меня два светских журналистских образования. Первое – это телевизионная режиссура, второе – это журналистика классическая, и третье – это богословское образование. Поэтому, собственно говоря, я все время на рубеже этом работаю. И христианская журналистика, и светская, секулярная. Много лет работал с журналистом, репортером парламентским на разных телевизионных каналах, главным редактором. И параллельно занимался и христианскими медиа. Поэтому есть такой некоторый практический опыт для того, чтобы сделать выводы и анализы, сравнительный такой анализ и секулярной медиасреды, и христианской медиасреды. Безусловно, причин несколько. Базовая причина, одна из главных причин – это не то чтобы главная, я не знаю, какая главная можно дискутировать, но это, безусловно, отсутствие профессиональной высокой подготовки. В принципе, это проблема не только так называемой христианской журналистики, это проблема информационного поля в принципе. Сегодня многие люди себя почему-то считают журналистами, хотя это не так. Для этого, безусловно, нужно иметь какое-то базовое образование. Да, и иметь квалификацию. Потому что сегодня все имеют доступ к социальным медиа или к инструментам гражданской журналистики, это блогинг так называемый, но это не классическая журналистика. Нельзя блогингом заменить классические стандартные информационные профессии. В блогике много шерпотребок. Настолько много. Блог – это дневник, понимаете. Это то, что раньше люди в блокнот писали и на замочек закрывали в школе, и прятали под шкаф. Сегодня это, наоборот, считается необходимым раскрыть и всем показать. Поэтому, безусловно, это не журналистика. Это такой блогинг, хотя это существенно повлияло на некоторые стандарты в журналистике. Это правда. То есть это большое явление, которое нельзя игнорировать. Но проблема, почему недостаток качества. Первое – это отсутствие профессиональных знаний, навыков. Второе – это отсутствие ресурсов, материально-технической базы. Потому что от наличия ресурсов зависит производственные мощности, безусловно. Отсутствие рекламного рынка. На самом деле, в Украине даже светские телеканалы, некоторые, многие из них страдают от отсутствия достаточного количества рекламы. Интересно. Да. Тем более христианскими рекламы нет никакой. Все почти, многие существуют за счет или размещения программ за деньги, например. Или за счет спонсорской поддержки такого. Поддержки церквей практически нет. Да. При этом, это вы правду говорите. И здесь, я думаю, что она не слишком большая. В Украине она, в принципе, отсутствует. Поэтому сложная ситуация. Я даже хочу, к сожалению, констатировать, что сегодня в Украине некоторые медиапроекты, они, в принципе, закрываются. Под давлением социальных сетей, блогов, которые уже больше считают. Интересно. И под давлением финансовых, таких недостаточных финансовых ресурсов. Но я все-таки верю, безусловно, что средства массовой информации, ну не просто верю, а знаю, что это та стратегическая сфера, которой нужно заниматься системно. Много лет искать под это ресурсы. Поэтому я всегда и призываю и церкви, и бизнес христианский. Почему бы не разместить рекламу на христианском телевизионном канале? Хотя... Это будет хорошая поддержка. Это и для бизнеса рентабельно, но в том числе это будет таким проявлением некоторой социальной ответственности. Поддержка людей, которые в том числе занимаются благовествованием. Здесь палка в двух концах. Справедливости ради, я должен отметить эту мысль, о которой ты озвучил, что мы не размещаем рекламу по определенным причинам. На канале нет рекламы за исключение. То есть это не оплата эфирного рекламного времени, если у нас есть некоторые. Это чисто спонсорская поддержка, которую нам оказывают. И в благодарность спонсорам, это уже моя личная инициатива, было много лет назад, когда я говорил, что в знак нашей благодарности, чем мы можем послужить вам, вот эти бизнесы, мы хотим быть участником. И если эти бизнесы, которые ставлят свою рекламу на канале, если они про семейного, евангельского, про нашего, скажем, направления, welcome, я всегда говорю welcome, хотя очень разборчивые. То есть критерии это ни огурцы, ни помидоры, то есть это исключено. Хотя я не стыжусь говорить о том, например, если я с моей женой, мы затариваемся в каком-то магазине, вот, а хозяин этого магазина, благословенный мой друг, и благословенный служитель, и благословенный партнер служения, я, для меня, то есть не является чем-то, как говорят украинцы, заздренным, сказать, друзья, ходите в этот магазин, покупайте там яйца, огурцы, это знак благодарности, да, то я к чему. Но, я усилию эту мысль, Руслан, для наших зрителей, для наших служителей. Несколько дней назад я был настолько приятно, польщен, и не только я, наша команда, когда мы получили чек, и не маленький, с Пельсильванией, я не помню название города, Денвер, Денвер, Пельсильвания, и, 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 церковь благословила служение. Слава Богу. Благословила. Это одно из, есть у нас ряд, но одно из, то, что они понимают, вот, я даже взял и позвонил жене пастыря, пастыря, как раз не было дома, и я выразил свою благодарность, говорю, Люба, я настолько признателен, вот, вы одни из тех, которые понимаете важность медиа влияния. Настолько это мощно и сильно. Я усиляю твою мысль, что если бы, друзья, вы, если бы все понимали, что это не какой-то там предаток, это не предаток. Хотя я всегда говорю, Руслан, и ты, я уверен, ты солидарен с моей мыслью, что служение любого медиаресурса, любого, без исключения, и каналы здесь, и сошел, и все-все-все остальное вместе взятое, это не является собой самоцелью вытеснить работу церкви. Не для этого медиа служения, не для этого канал, не для этого любой журнал, там газета и все, что с этим связано. Мы не призваны, и нет целью лично у меня, и ты солидарен со мной, вытеснить работу церкви. Такого нет. Писание говорит, я создам телеканал, он создал, и поэтому, но мы, мы усиляем работу церкви. Это служение телу Христу. Совершенно верно. У меня был Адам Семенович не так давно, он очень интересную бандаруку, очень интересную мысль сказал, когда он благословлял, поздравлял с Новым годом, и с зрителей, он говорил, мысль говорит, какая, стены это церковь, но вы, говорит, башня, из этой башни выговорит, и, то есть, такая мысль, но все это целый комплекс, это не что-то отдельное, потому что, если кто-то пробует себя, а есть такие, ну, поползновения, позиционировать себя, если это телеканал, или руководитель, или ведущий там христиан, позиционировать себя, это, что все работает на меня. Нет, все не работает на меня, и на тебя все не работает. Все работает на царство. Мы являемся на тело Христова. Поэтому, вот я усиляю твою мысль, мы должны поддерживать, мы должны поддерживать, мы должны, эфиры, эфиры, которых очень много, мы должны заполнять правильным, разумным, вечным, божественным, тем, что созидай, это не разрушить. То есть, и мы с тобой в этом в одно. Продолжай. Да, это подписываясь под этими мыслями, которые вы озвучили, действительно, что я, когда мы собираем наших верующих журналистов в Украине, мы всегда на это подчеркиваем, что мы работаем, потому что Христос создал не организации, не ассоциации, он создал церковь. Поэтому наши усилия, они должны быть полностью в унисон с интересами поместных церквей, и церкви вообще, как тело Христова, в глобальном смысле этого слова. Поэтому и члены ассоциацийного медиа, они являются членами поместных церквей, а это обязательные условия. И если говорить о поддержке христианского медиаслужения, то, безусловно, зачастую людям просто там легче и более понятно выделять там финансовые средства или донейшн, пожертвования на работу с сиротами или с гуманитарную помощь, потому что это что-то такое, знаете, можно увидеть фотографию красивую, очевидно, прокомментировать. Но когда речь идет о медиаработе, медиаслужении, это что-то... Или сфера образования, например, она немножко такая, знаете, нематериальная, ее сложно пощупать, увидеть. Поэтому людям иногда сложнее это понимать, а, соответственно, сложнее это поддерживать, находить для этого какую-то мотивацию. Поэтому действительно приходится и нам в Украине прилагать много усилий для этого. Тем более, что в Украине, в отличие от американского бизнеса, например, нет льгот налоговых для тех, кто делает пожертвования. Поэтому особенно такая усложняется ситуация, у людей мотива большого нет. Только те люди редкие или церкви, которые имеют от Бога так откровение о важности медиаслужения, они иногда это работают, это служение поддерживают. Поэтому мы уповаем на Господа целиком и полностью, думая, что, как и вы уже много лет, развивая служение телеканала «Импакт». И для меня вообще нет никакого сомнения. Это мое глубокое христианское личное убеждение, что вообще средство массовой информации, как техническое явление, появилось там радио 19-й век, телевидение 20-й век, газеты там 17-й век приблизительно появились для того, чтобы быть инструментом в Божьих руках, в Божьем плане для последнего времени. И Гутенберг, когда в 15-м веке изобрел печатный станок на территории современной Германии, первое, что он печатал, безусловно, это Библию, это Священное Писание. Поэтому я верю, что изначально все это для этого и камеры, и все остальное для этого создано. Безусловно, этим пользуются не только церковные люди, верующие, но вот эта экстра-миссия, она такая, миссия всего этого дела, она эта. Поэтому церквям и христианским организациям нужно активно вовлечься в этот процесс, а верующим людям просто идти в эту профессию, осваивать навыки, получать образование и работать и в христианских, и в секулярных медиа. Тут уже в зависимости от призвания, кого куда поведет. По ходу, я задам вопрос. Должен ли присутствовать элемент развлекательной журналистики, там, ну, всего остального? Или все-таки оно должно быть более такого... Видите ли, прилив всегда в разном, таком, жанровом разнообразии. В букете. Да, в букете. Господь, он наполнен творчеством внутри себя, поэтому он, когда творил природу, и когда посмотришь на все этих животных, жучков, букашек, бабочек, рыб в море, ты впечатляешься вот этим разнообразием. Есть там скучные карпы, да, или караси, а есть яркие рыбы в водах Красного моря возле Египта. И то, и то нужно. Некоторая рыба для еды, а некоторые просто для красоты, понимаете? Поэтому то же самое некоторые жанры на телевидении, они вот для такого духовного или интеллектуального обогащения, а некоторые для отдыха и развлечения. Поэтому для меня нет никакого сомнения, что, безусловно, фактор отдыха и такого рекреации, такого интертеймента, он обязательно должен присутствовать. Но для этого есть разного типа каналов. Есть каналы, которые специализируются на этом, есть на другом. Единственное, что все должно быть, безусловно, пронизано ценностью, ценностями. Если это развлечение, которое транслирует аморальность, порог или оккультизм, там в Украине есть один телеканал, который транслирует битвы экстрасенсов, это такой сатанизм в прямом эфире. Это шоу, которое огромные рейтинги имеет, миллионы людей по всей стране смотрят. Оно типа развлекательно, познавательно, но оно транслирует ценности зла. И вот это нет. Но тем не менее, это могут быть творческие, концертные вещи, это могут быть какие-то шоу, постановки, путешествия. Все это, безусловно, приносит отдых и развлечения, но тем не менее, транслирует, можно транслировать какие-то ценности устами ведущих, например. У меня есть один друг в Украине, он выпускает журнал о камнях и каминах. Очень специфическое издание, знаете, точно не на широкую аудиторию, но он верующий. И он всегда находит возможность там что-то, вот как-то то цитату в Библии какую-то о камнях найдет, параграф пишет. Поэтому всегда при желании можно найти возможность в любой теме, в любом формате, развлекательном, образовательном, найти возможность транслировать ценности и реализовывать миссию, которую мы имеем. Интересный ответ, спасибо. Второй ответ, не менее, то есть вопрос, я думаю, что ответ будет не менее интересен в прямом эфире. А я регулярно, последние где-то полгода, регулярно, если не ежедневно, так через день это точно, на мой айфон, прибегают смс-ки и ссылки. Я называю это «Битва титанов». Последнее. Может приложить толкование, но не называя имен, не будем прилагать особо толкование, но вот эта «Битва титанов», как бы для неосведомленного зрителя это интерпретировать, но тем не менее, «Битва титанов». Вот как ты рассматриваешь такого рода журналистику, христианскую, должно ли иметь это место, или надо более все-таки аккуратно, осторожно и бережно относиться к этим вещам? Вы имеете различные конфликтные дискуссии в студии. «Битва титанов». Да, ну я скажу так, что я как жанр я к этому отношусь с пониманием. Там есть такой «Хард-ток». Ну ты журналист. Я безусловно к этому отношусь с пониманием, но тут, если безусловно, если это, например, официальный YouTube-канал церкви или христианская организация, или в принципе официальный телеканал какой-то организации, то такие форматы там неуместны, потому что они дезориентируют прихожан церкви, дезориентируют людей, которые вот лояльно, дружественно к этому настроены. У людей теряется концентрация на том, что же все-таки хорошо, что такое же плохо, потому что непонятно. И кто хороший, и кто плохой. Поэтому это, оно неуместно будет. Но если говорить о независимых вещателях, то, наверное, без этого не обойтись, но опять же с соблюдением каких-то стандартов. Очень важно, чтобы создатели такого телевизионного контента или участники, они все равно имели какие-то красные линии, через которые они не заходят. Это даже в любом бое, даже в так называемых боях без правил, и то есть правила. Хотя называется бои без правил. Иногда эти правила прописаны, иногда они являются такими негласными, но всеми признанными. Поэтому я отношусь с пониманием к таким экспрессивным форматам, но тем не менее вот красные линии, они должны быть проведены. Хотя бы вот для себя лично, безусловно. Потому что все-таки ценности – это базовая история. Мы не можем во имя там рейтинга или шоу отказываться от таких ценностей, которые Христос для нас говорит или Священное Писание озвучивает. Ну, спасибо. Я думаю, что все поняли. Все поняли. Итак, всеразум. Почему именно ты видишь, что это движение, гражданское движение, почему оно важно? Христианские ценности, семейные ценности. То есть это та парадигма незыблемая, как мы понимаем, на которой все стоит. Если говорить, вообще слово семейные ценности, family values в английском языке, это иногда настолько часто употребляемый термин, что он затирается, острота его восприятия. И даже, когда мы слышим этот термин, или светские журналисты, о, все понятно, это там церковники, это их тема, пусть с этим разбираются. Но на самом деле семейные ценности и семья вообще, это не церковная идея. То есть не церковь придумала семью, это не церковный замысел. Поэтому, и уж тем более не государство придумало семью. Поэтому я всегда на это обращаю внимание, подчеркиваю. государство не придумывало семью, поэтому государство не имеет права и полномочий что-то менять в формате семьи. Скажем более, не церковь придумывала семью и брак. Поэтому даже церковь не имеет полномочий и права что-то менять, передумывать в концепции семьи. Потому что сегодня некоторые церкви, как мы знаем, к сожалению, в Северной Европе и тут некоторые конфессии в США, они начинают уже придумывать различные альтернативные формы брака, где не обязательно есть мужчина и женщина, мужчина-мужчина, женщина-жень, а возможно и полигами. Когда я говорю о такого рода церкви, я обычно вот так всегда говорю. Безусловно, это так называемое. Безусловно, это не церковь. То есть это можно смело сказать, что это не церковь. Потому что церковь, в Писании написано, столбе утверждения истины. А истина, если она не утверждает истину, она потеряла право называться церковью. Блудница Вавилона. Мы еще так называем. Это страшно. Это на самом деле страшно. Одно дело, когда человек неверующий, не церковный транслирует и пропагандирует порок, разврат. Но там все ясно. А когда люди, называясь священным именем Христа, церкви, такое вещи делают. Мне кажется, у Бога особое отношение. То есть оно зацепило и Украину, ты хочешь сказать, да? Украинской церкви нет. Но украинское общество, безусловно, зацепило. Понимаете, весь мир лежит в возле. На самом деле, человеческое сердце, оно порочно достаточно. Если нет божественного действия, то оно порочно. И человеку свойственно все время искать какое-то оправдание для очередного своего порока. Какими угодно образом. Юридическими аргументами, медицинскими аргументами, так называемыми аргументами. Общественными, социальными. Или аргументами прогресса, современного общества и все остальное. Человек порочен, в принципе. Нет в этом ничего нового. Другое дело, что сегодня порок он претендует на статус законодательной легализации. Понимаете, вот в этом основная проблема. То, что люди грешили всегда во все времена, это же ни для кого из нас не является новостью. Но не во все времена грех возводился в статус закона. Вот когда именно он возводится в статус закона, в этот момент это начинает посягать на права граждан, верующих, например. Поэтому, безусловно, христиане не имеют права и полномочий вмешиваться в личную жизнь человека. Это неправильно, потому что каждый человек за себя достачет Богу. Но как только, например, безнравственные, аморальные законы становятся частью общественного правового поля, по которому вынуждены жить все, в том числе церкви, в том числе верующие люди, в том числе семьи, родители, дети, это становится предметом, безусловно, нашей правозащитнической деятельности. Поэтому, когда мы говорим о противодействии вот так называемой гомодиктатуре, как мы это называем, или защите семьи и семейных ценностей, мы всегда подчеркиваем, что это работа, которая правозащитническая. Мы не покушаемся на чьи-то права, мы защищаем свои права, потому что мы считаем, что если мы свои права на данном этапе не защитим, то завтра от этого будут страдать родители, семьи, дети и просто люди здравого смысла. Кстати говоря, и журналисты, которые могут лишиться права свободно высказываться на любую тему. Тут проблемы даже от этой свободы слова будут возникать. Поэтому я всегда говорю, только лишь мы сказали, что ни государство, ни церковь придумала семью, это божий замысел. Это божественный замысел. Бог создал Адама, привел ему Еву, а не Севу. И это было божественным, единственным форматом семьи. Поэтому, когда я, вы, все мы осуществляем любые действия на защиту семьи и семейных ценностей, мы делаем богоугодное дело. Потому что это не просто политическая деятельность в интересах церкви, как иногда это воспринимают мирские, светские журналисты. Это церковный активизм такой. Нет, это не просто церковный активизм. Это богоугодное дело для защиты божественного замысла. И история человечества, она началась с семьи Адама и Ева. И история человечества, хочу сказать, закончится семьей. Это брак Христа и церкви. Поэтому в этом есть очень глубокая, доктринальная, богословская, теологическая глубина. И именно поэтому система этого мира, она настолько агрессивна по отношению к семье. Потому что в этом проявляется дьявольская природа. Потому что в божественном замысле мироздания все мироздание завязано на семью и брак. Начиная тогда Ама-Ева, заканчивая Христом и церковью. Вот такой вопрос. Насколько в Украине, потому что мы говорим в рамках боли Украины на этот момент, насколько в Украине? Говорят в Украине или на Украине? Как правильно? В Украине. В Украине, да. Мы говорим в Украине сейчас. Потому что россияне все на Украине. А украинцы обижаются. Пусть отвыкают. Да, пусть отвыкают. Говоря о том, что происходит в Украине, насколько голос церкви, а возможно в рамках нашей беседы, голос христианской журналистики, он влиятельен в этом вопросе? Если говорить об Украине, то, безусловно, голос церкви влиятельен в этом вопросе. А голос христианской журналистики? Голос христианской журналистики слышен, но менее влиятельен, потому что христианская журналистика но не сильно масштабно. Поэтому есть в церкви, есть общественная организация, например, организация «Всеразом», но мы много работаем с журналистами, не христианскими журналистами, а мейнстрим-медиа, светскими журналистами. Вот мы выпустили брошюру «В Украине вырезают семью» на 12 страниц. Мы разослали ее всем редакциям. Я, когда приезжаю в регионы, я обязательно выступаю на местном телевидении. Поэтому я бы даже сказал, мы меньше концентрируемся в Украине на христианских СМИ, а больше на светских СМИ, потому что чтобы донести эту информацию, эти идеи на не церковных людей, на политиков, на чиновников, на тех, кто смотрит это. Я считаю... Насколько они открыты для того, чтобы ты вхож в их... Скажем так, региональные медиа более открыты, центральные уже сложнее. Интересно. Уже сложнее. Чем это вызвано? Олигархии, которые стоят во главе? Это вызвано частично олигархией, а частично уже собственными ценностями, личными или антиценностями. То есть выстроены уже определенные позиции, политики? Внутри редакции. Интересно. Некоторые редакции, например, они прямым текстом, ну не то чтобы озвучивают, но как бы понятны из этой редакционной политики, что они работают на продвижение вот этих так называемых либеральных идей антисемейных, и они этого не скрывают. Или сотрудники соответствующие работают на высоких ответственных должностях. Поэтому в центральных медиа это сложнее. Но тем не менее, я регулярно появляюсь и в центральных средствах массовой информации, как приглашенный эксперт по этой проблематике. Единственное, что часто это происходит так, что по ту сторону баррикад, например, там восемь экспертов, а по эту сторону баррикад я один эксперт. Понимаете? И вот это такая... Гурьбой, они навалились. Да, борьба Давида с Голиафом, но всегда с Божьей помощью Давид побеждает. Да, удается все-таки аргументами и священного писания, аргументами здравого смысла отстаивать эту позицию христианскую и библейскую. Хочу сказать, что в теме семьи или в теме гомосексуализма как явления, в теме семейных ценностей вообще, аргументы все на нашей стороне. С той стороны аргументов почти нет никаких, кроме эмоций, слез, каких-то там причитаний. Все аргументы, не только библейские. Здравоохранение, медицина, права человека, демократия, юриспруденция. Все на нашей стороне. Просто иногда даже церковные люди, они просто не владеют этими аргументами. Они не знают, как это реагировать на какую-то очередную пропагандистские приемства. А мы, кстати, разработали специальные методички по этому поводу. Предлагаем и постараем журналистам, чтобы они владели хотя бы предметом. То есть общество практически, оно консолидировано, как я понимаю, в некой мере. Общество в Украине, да, но процесс рискованный, понимаете. Время, к сожалению, часто работает против нас. Подрастает молодое поколение. Я, например, когда со студентами общаюсь, к сожалению, вот студенты уже там, для них вот ценность там, так называемой терпимости или принятие, она является уже базовой. Интересно. Все имеют право на все. Интересно. Я, там, особенно у девушек, это вот там парни еще более иногда категоричные, но девчонки, они вот более так лояльны ко всему, ко всему, чему угодно. Поэтому, но когда я начинаю общаться с аргументами, объяснять, угрозы, в том числе для вас, девчонки, для семьи, для демографии, для народонаселения, для экономики также всегда нужно подчеркнуть. Потому что семья и рождение детей, это же экономический фактор. Это не только там религиозная или христианская ценность, это экономическая ценность. И когда ты начинаешь, потому что общество, где нет прироста молодого населения, оно не имеет экономической перспективы. Сегодня средний возраст некоторых европейских стран населения свыше 50 лет, а средний возраст, например, там, арабских некоторых стран 17 лет. То как мы думаем, где вообще есть перспективы экономического развития, не говоря уже там о демографической ситуации. Поэтому ты когда начинаешь аргументами разговаривать, не просто вот там цитаты из Священного Писания, люди иначе начинают смотреть на эту проблему, понимать ее из разных сторон, из разных граней. Поэтому тут важно, безусловно, не просто лозунгами говорить, а важно говорить такими аргументами. И в свое время апостол Петр четко сказал, по-моему, это Петр говорил, что будьте готовы дать отчет всегда каждому, требующему отчета в вашем уповании. То есть будьте готовы доказать, не просто сказать, а объяснить, аргументировать, почему вы верите так, почему вы считаете, что это полезно для общества. Мы всегда говорим в Украине, что христианские ценности, это полезно для общества. Это не просто в интересах церкви, а от этого обществу выгодно. Уменьшается преступность, создаются семьи, государство меньше тратит на содержание тюрем, медицинских учреждений, эпидемии меньше и прочее. Поэтому это рационально с точки зрения здравого смысла. И, безусловно, на это нужно обращать внимание. Хотя, безусловно, в первую очередь, христианская вера – это для спасения души человека, конечно, но это в том числе и рационально для народа и для государства. Вчера вечером мы праздновали круглую дату моего брата, круглую дату. Сколько? Ну, 60. Поздравляем. Да, это моего брата, да. И он учит своих внуков, вчера поделился. Говорит, я еду со своим внуком где-то там пару дней назад. И я говорю, знаешь, говорит, внучок, ты знаешь, что быть христианином, быть христианином, настолько, говорит, это ты экономишь. И начал, говорит, я ему перечислять. Экономишь на сигаретах, экономишь на алкоголе, экономишь на это. Экономическая целесообразность. Целесообразность. И, говорит, настолько повлияло это на его внука, что внук, так он был восхищен. Аргументы ему дали. Сильно, сильно, да, что это экономически целесообразно, да. Это правда. Совершенно верно. А смотри, такую тему я подниму, исламизация. Насколько в Украине, вот, с твоей точки зрения, насколько оно живуче? Или это все-таки более так европейский? В Украине, ну, скажем так, это не является таким большой вызывающей проблемой. Вот. Но некоторые тенденции мы, безусловно, замечаем. В супермаркетах все больше и больше появляется продуктов питания, на которых есть отметка халяль. Интересно. И это буквально последние, там, ну, два года стало заметным достаточно. Поэтому, безусловно, часть это связано с тем, что крымские татары в силу оккупации Крыма, они начали передвигаться, вот, севернее, так сказать, на территорию, подконтрольную официальному Киеву. И, возможно, такое количество населения, оно существенно повлияло на... То есть это стало заметно. В том числе в городах, в мегаполисах увеличилось количество населения или женщин, которые ходят по публичным местам в соответствующем внешнем облачении. При этом в Украине это все не представляет такого... Ну, это все на данном этапе, безусловно, мирно. Никаких стычек не происходит. И дай бог, чтобы так это и оставалось. Но, безусловно, некоторые новые вызовы, с которыми раньше мы не сталкивались, они возникают и для церквей, и для верующих людей, и для законодателей, и для политиков, безусловно. Поэтому именно по этой причине мы сейчас всячески подчеркиваем и пытаемся подчеркнуть, что в украинском законодательстве должна быть зафиксирована роль и значение христианской традиции в вопросе государственного строительства. Потому что вот эти все идеи, что все одно и то же, и все равны, они не до конца справедливы по отношению к коренному вероисповеданию. А Украина все-таки христианская страна, Украина одна из самых древних христианских народов мира, начиная еще с 10 века. Поэтому Украина это демократическая страна, представители любого верования, любой конфессии, любой религии себя свободно и комфортно чувствуют. Но при этом мы всегда подчеркиваем, что христианство как вера, как религия, как система ценностей, они должны иметь определенную, если позволите, привилегированную такую часть, статус в законодательстве. Не в ущерб другим, но тем не менее всячески нужно это подчеркивать. И я во время своих выступлений в общении с политиками, в общении с чиновниками всегда об этом говорю. И я их убеждаю и поощряю. Не комплексуйте по поводу вашего христианского наследия. Не надо этого стесняться. Это нормально, это естественно. Это не означает, что мы там дискриминируем других, но мы при этом всячески требуем и претендуем на то, чтобы было подчеркнуто роль и значение христианского наследия на историю Украины. И на истории Европы, в том числе, кстати говоря, это позор для Европейского Союза, который отказался в Конституции ЕС, вписать значение христианских ценностей. Если бы не христианская традиция, то в Европе негде было бы даже сфотографироваться. По-моему, Россия позволила себе вписать это, да? Не знаю. По-моему, они что-то вписали. Ну и в Европе негде было бы даже сфотографироваться, если бы не христианские наследия, если бы не христианская архитектура, понимаете, всего Средневековья и там первого тысячелетия. И это позорно отказываться от своего отцовского аргейского наследия. Поэтому в Украине также есть смысл сегодня все громче и громче, в силу разных демографических традиций, плюс миграционных процессов, подчеркивать особенный статус христианской церкви. Понимают ли эти политики, с которыми ты общаешься, или журналисты, или на любых полях, где ты общаешься с ними, понимают ли они, что до тех пор, до каких сторонники ислама в меньшинстве, все окей. Это до тех пор. Горькая история ряда штатов Америки, это в частности Миннеаполс, есть такой город Миннесота, там показало, настолько ярко показало, что как только они в городском совете приобретают, набирают большинство, все. То есть начинаются, начинаются, это я на НПР слушал с собственными ушами, и благо, что я притормозил, принял в правую сторону, дабы не зарулить куда не положено в своем автомобиле. Когда городской совет взял верх по количеству присутствия ислама и мусульман, и установили указом городским, установить вот эти завывания, минареты, вот эти динамики мощные, и начинается с раннего утра, начинаются там эти молитвы каждые, сколько там, несколько часов. Я вот впервые от вас слышу эту информацию, тоже будет интересно изучить вот этот кейс конкретный. Я думаю, что, безусловно, большинство этого не понимает. Не понимает, да. Только те, кто уже живут уже в такой ситуации, они начинают оценивать все последствия. Но, конечно, большинство этого не понимает. Поэтому мы и говорим, что когда мы говорим о защите христиан и христианских ценностей, это в том числе демократическое право граждан этого народа, в частности, украинского народа или американского народа продолжать жить в рамках тех социальных традиций, в которых они жили там много лет. И они имеют право защищать эту свою традицию, при этом ни в коем случае не покушаясь или не ограничивая в правах или отчасти ограничивая представителей других религий. Поэтому мы должны быть, безусловно, настроены на мирное сосуществование, но всегда должны уважительно относиться к коренному народу, к коренному верованию коренного народа, христианским ценностям и традициям. И было бы хорошо, чтобы те народы и государства, где ислам является основной религией, точно так же относились к поместным христианским общинам и церквям. Они устраивали погромы, взрывы и вырезания христианского населения. Возвращаясь к движению семьи, если бы ты мог в этом движении выделить один, два, три, четыре, кроме вышеупомянутого тобой, что бы ты выделил на первом месте? Мы должны защищать семью. Это и в Украине, и в Америке семейные ценности на трех уровнях. Это первое на уровне своей семьи. То есть грошится нам всей нашей работе, если у нас проблемные свои семьи. Поэтому надо... Это работа. А есть такие, да? Конечно, да. Всегда такое есть. Поэтому нам надо работать и в церквях, я говорю, и себе, я так говорю, и всем нам, чтобы заботиться о своих семьях, уделять этому внимание. Знаете, когда мы чему-то уделяем внимание, тогда с этим порядок. То есть если мы уделяем внимание бизнесу, в бизнесе порядок, уделяем внимание там своему огороду, то там тоже хорошо. Трава выкошена. Уделяем семье время, значит, там более-менее будут гормония. А если практически, говоря... Как только мы, условно говоря, там месяц или две недели не провели достаточно времени там с семьей, уже ты чувствуешь пробуксовки в отношении к женой, с детьми. Поэтому этому нужно уделять время. Но когда с этим все в порядке, у нас, безусловно, нужно переходить на следующий уровень. Это защита семьи на уровне законодательства. Это правовое поле, это работа с парламентариями, с министрами, с государственными органами власти. И сегодня нужно в Украине, к сожалению, страны Европейского Союза, Брюссель, они очень сильно давят на Украину с целью изменить законодательство. Пытаются легализировать однополые гражданские партнерства, например. Это последний шаг перед легализацией однополых браков в кавычках так называемых. Поэтому сегодня для правового поля нам нужно усилиться и работать с парламентариями. Мы сейчас в Украине пытаются... Сейчас в украинской конституции написано, что брак базируется на союзе мужчины и женщины. Кстати говоря, украинская конституция хорошая в этом смысле. Сегодня некоторые европейские страны наоборот пытаются это вписать. Румыния, Хорватия, у нас это уже есть. Но теперь у нас появляются, звучат голоса, чтобы это вычеркнуть и написать просто. Каждый имеет право на брак. Кто каждый? Кто с кем? Может вообще неодушевленный предмет, там культ с собакой или дерево с табуреткой или человек с животными? Это даже с точки зрения юридической логики странная формулировка, не говоря уже о ценностях каких-то. Поэтому в Украине, поэтому наше движение сейчас, компания, которую мы проводим, называется «Не вырезайте семью в Украине». То есть мы имеем в виду «Не вырезайте семью из Конституции, из законодательства, из Семейного кодекса», например. И мы, когда общаемся с депутатами, мы говорим, парламентариями украинскими, вы знаете, что из Конституции пытаются убрать слова мужчины и женщины в статье о браке. И многие из них на нас с открытыми глазами большими смотрят. Как так? Мы даже не знали об этом. К сожалению, даже политики часто не знают, что им подкладывают на голосование. Когда мы им говорим об этом, они сразу более внимательны к этому. И, конечно, многие из них абсолютно нас поддерживают из собственных убеждений. Просто они не знают, не обращают внимания. Они там своими коммерческими бизнесовыми вопросами занимаются. Держи мысль и продолжишь. Я летел один из последних рейсов, я в Европу летел с друзьями. И слышу, та компания, на которой я летел неоднократно в Европу, когда они всегда объявляли «Lady and gentlemen», «Lady and gentlemen», всегда каждый. Поменяли анонсировку и начали говорить «Дорогие гости». Я углубился. Я углубился. Думаю, в чем же дело? Оказывается, им запретили, всему составу летному, запретили объявлять «Lady and gentlemen», чтобы не обижать, не оскорблять чувства переделанных, заделанных этих всяких. И они начали объявлять «Дорогие гости». Мне прям интересно, что это за компания. Конечно. Это очень хороший пример тому. Видите, что теряется здравый смысл. Когда я приехал в Америку, мы много лет летали. Есть такая Аляска-Айрлайнс. Возможно, ты летал. И пару раз, по-моему, я даже говорил зрителям о том, что лично зная президента компании, лично, и даже будучи на его похоронах, к сожалению, несколько лет назад, когда он разбился на собственном самолете. И когда мы всегда летали этой авиакомпанией, нам давали, когда давали, там, подавали, когда разносили там вот эти все… Иду. Иду, да. На каждом, на каждом этом, как он называется, поднос или разнос, на каждом лежало место из Библии. Он внедрил, он внедрил место из Библии. И моя жена коллекционировала. Много коллекционировала, потому что довольно-таки мне приходится много летать этой компанией. И коллекционировала место из Писания. Каждый новый полет, каждый новый рейс, практически каждый. И они печатали новое место. Из псалмов, из нового взрыва. Впечатляет, да, интересная история. Очень впечатляет, да. До сих пор мы храним эти. До тех пор, пока его не стало. И последнее вот буквально несколько лет назад, несколько дней назад я летел и думаю, оно меня всегда возвращает. Меня всегда возвращает вот та мысль, что сколько раз мы коллекционировали, читали. Вот ты садишься и открываю, я помню, 90-й псалом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. И мы взлетали с мыслью, что все будет хорошо. Все будет окей. Будет и хороший взлет, и хороший полет, и хорошее приземление. То есть все будет хорошо. Мы исповедовали это слово, и не только я. Если это я так в себе находил, так это масса людей. И я последний раз летел, и опять мысль об этом все-таки, что имело место раньше. И думаю, слушай, докатимся ли мы до того, до того, что Аляска Airlines будет не объявлять Lady and Jackman, а будет говорить дорогие гости. Вот то, о чем вы говорите, подчеркивает еще раз, насколько важно хранить и блюсти. То есть удерживать. Оно само никогда не сохранится. Вот иногда верующие церкви говорят, да успокойся, расслабься, все будет хорошо, все равно земля и все дела на ней сгорят. Да, понятное дело, что мы не сможем изменить ход истории, который в божественном замысле. Но наше дело приложить свой максимум, сделать то, что мы можем на своем уровне, чтобы сохранить то, что является благим нашей истории. Вот видите, новое руководство не сохранило. А возможно, если бы граждане, пассажиры, клиенты подняли бы существенную кампанию, они бы смогли добиться того, чтобы отрывки Священного Писания сохранились. Прямо на похоронах я, меня познакомили с новым президентом. Кстати, его убрали через год после того. И мы говорили о том, насколько был хороший, беседовали, насколько хороший Брюс Кеннеди был, вот как жалко, что мы его потеряли и прочее. Вот. И я старался вот в беседе, я старался ухватить, насколько ты христианин. Но в американском обществе, особенно в таком, все должно быть polite. Вот все должно быть настолько, что ты не имеешь права там зацепить и сказать, слушай, ты христианин? По-русски я могу так в лоб. Вот. И я так и не уловил. Я так и не уловил эту мысль. Думаю, насколько он христианин, насколько он продолжит тут добрую традицию. По делам уже можно введено. И, к сожалению, через год его убрали. Но это так, к слову. Я вижу, что время, нам осталось 5 минут. Вот. Итак, два ты перечислил. Третье, пожалуйста. Да. И третье, то есть первое, это свой личный уровень, своей семьи. Второе, это уровень законодательства и органов власти. Третий уровень, это уровень общественной традиции. Это иногда бывает такое, что законодательство нормально за семью. А в обществе половина людей разводится, половина всех семей. А иногда наоборот. Законодательство плохое, а в обществе наоборот хорошая семейная традиция. Поэтому важно также блюсти семейную традицию. Для того, чтобы это делать, безусловно, это уличные семейные праздники. Это, например, традиция семейного отдыха. Это семейные шествия каждый год в каждом городе. Это чтобы вообще слово фестиваль и парад, и праздник ассоциировалось не с пивными фестивалями, или не с гей-парадами, а с семейными фестивалями, с семейными парадами. Сегодня, к сожалению, слово карнавал, например, ассоциируется с бразильскими полуобнаженными шествиями. Слово парад уже, к сожалению, ассоциируется с гей-парадами. То есть утрачена смысловая нагрузка даже на эти слова. Поэтому именно поэтому, для того, чтобы хранить семейную тему в воздухе, в атмосфере, в общественной традиции, мы в Украине много прилагаем усилий в последние 2-3 года для организации большого движения уличных семейных праздников, фестивалей, карнавалов, концертных мероприятий. И много для этого усилий прилагаем. Поэтому мы, я просто, знаете, усиливаю эту мысль и прошу и вас, и зрителей, молите за нас, поддерживайте, помогайте этому процессу в Украине. Потому что, в отличие от многих других стран, в Украине еще есть открытых возможностей. И мы можем удержать ситуацию. И мы нуждаемся в всяческой солидарности, поддержке и помощи в этом вопросе. Если вы будете в Украине, в Киеве планируется фестиваль семейный 2-3 июня, а в 50 городах в течение мая, июнь, июль, то есть в теплое время года в каждом городе люди будут и поместные организаторы утверждать и учреждать свою дату. Поэтому обращаю внимание, что это новое явление, знаете, которое вот среди позитивов, которые появляются в Украине. Есть много таких негативных явлений и тенденций, но у нас сейчас появилась хорошая тенденция, мы хотим ее наращивать, увеличивать, чтобы по-настоящему переломить ситуацию, в хорошем смысле переломить ситуацию в нашей стране. И получается? На данный момент обостренно идет борьба и противостояние, но нам с Божьей помощью удается. Насколько у вас есть в Верховной Раде сторонников? В Верховной Раде на самом деле много людей, которые молчаливо и пассивно нас поддерживают. То есть они не готовы лезть в драку, вот если так сказать, то есть там публично или выйти вместе с нами. Но большинство, на самом деле, они имеют такие просемейные ценности. Но уже много, я думаю, там хорошая процентов 20 людей, которые прямым текстом выступают против семьи и семейных ценностей. То есть это больше, чем было, например, в прошлом созыве. То есть тенденция, большинство с с нами, но тенденция уже рискованная и опасная. То есть каждый год он немножко увеличивает наши риски. Ну и есть, безусловно, там с десяток, наверное, может, 15 парламентариев, которые публично, демонстративно, системно... Апологетами являются. Апологетами. Законодательные инициативы правильные продвигают, через которые мы работаем. Они, кстати, в разных фракциях. Это не одна какая-то парламентская фракция. Мне настолько приятно беседовать. Возможно, по причине того, что мы одного поля ягода, медийного коллеги. Настолько приятно. Спасибо. Руслан, несколько, у тебя есть буквально 30-40 секунд пожелания нашим зрителям. И служителям, и пастырям. Я обращаюсь к уважаемым зрителям, и служителям, и пастырам. Давайте подвязаться за веру евангельскую, как однажды преданную нам от отцов, как пишет священное писание. Надо подвязаться, то есть прилагать усилия, чтобы защитить, чтобы произвести истинную евангельскую. Потому что это приносит, во-первых, спасение людям. А во-вторых, это приносит благо нашему обществу. Ну и второе, безусловно, если будете в Украине, будем рады вас видеть. Выходите на связь. Меня зовут Руслан Кухарчук или Движение Всеразом, Ассоциация Новомедиа. Мы будем рады также повзаимодействовать и увидеть вас у нас в офисе и на наших мероприятиях, которые мы проводим. И просим о молитвенной поддержке и всякой помощи, которой Господь побудит вас. Спасибо. Спасибо вам, Юрий. Благодарим. Благодарим сердечно. Благодарю тебя также. Бог да благослови тебя в этом таком нелегком. Наверное, неблагородном. То есть неблагодарном. Благородном, но неблагодарном, хотел бы сказать. Дело, но тем не менее, очень важно. Спасибо большое. Очень важно. Друзья, если, особенно служители, я так понимаю, ты открыт для того, чтобы быть приглашаемым. Поэтому приглашайте. Это специалист в своей области. И не только в одной, но в разных областях. Хороший проповедник, кстати. Поэтому welcome any time. Welcome back any time. Спасибо большое. В следующий раз также с удовольствием посещу вашу студию. Спасибо. Будьте благословены. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Оставайтесь с нами на «Импакте». Всего хорошего. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас.